Утром пятницы близ автобусной остановки «Мелькомбинат» в спорную аварию попали два автолюбителя. Столкновение произошло на пересечении улиц Краснореченской и Урицкого. Пенсионер на «Шевроле Круз» ехал в сторону центра города. 70-летний шофер возвращался домой из магазина по среднему ряду. Его оппонент на «Ниссане Кашкай» двигался во встречном направлении и собирался на перекрестке свернуть налево, к продуктовому гипермаркету. Участники ДТП прекрасно понимали, у кого был приоритет, но прийти к общему мнению по поводу виновности не смогли. Камнем преткновения стал сигнал светофора. Пенсионер, имеющий стаж вождения, который превышает возраст оппонента, утверждал, когда произошел удар, еще мигал зеленый. Зеленый начал мигать. Я от светофора глаза опускаю, он уже поворачивается. Я не успел даже толком затомозить. 39-летний шофер Кашкая с этим согласен не был. По мнению мужчины, он выполнял маневр на желтый. Он является запрещающим движение сигналом, поэтому владелец кроссовера считал себя в этой аварии стороной потерпевшей. Я считаю, что я всех пропустил по этой полосе. Все, спокойно поворачивал. Там уже мигал желтый, заканчивался. Я поворачивал налево. А видели своего оппонента? Нет, не видел. Вообще, как бы, неожиданно для меня это произошло. В салоне Круза был регистратор, который свидетельствовал не в пользу своего хозяина. Пенсионер выехал на перекресток, когда зеленый свет уже заканчивался. Стоп-линию «Шевролей» проезжает уже на желтый. Удар был солидным, но врачей сюда не вызывали. Пожилой человек ударился грудью, но за помощью обращаться не стал. Материалы ДТП направят в дознание. С места происшествия Анастасия Манина и Виталий Векслер.